Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хочу по вашей просьбе связать одну из мушек, которая хорошо работает по хариусу, но учитывая наши условия и зимней рыбалки, и круглогодичной рыбалки в нашем регионе, она хорошо работает по карпу, окуню и другой рыбе. Крючок я взял граб-шримп, но учитывая, если вы будете смотреть, вот форм один производитель и вот второй производитель, если вы будете смотреть по форме крючка, по изгибу его, то вы заметите, что у фирмы Марута значительно изгиб меньше, не такой крутой, как у Гамакатсу. Поэтому, исходя из этого, я выбираю для себя под свою рыбалку значительно меньшим изгибом, так как здесь мы будем изготавливать хвостик, и чтобы наша нимфа, которая тоже является собирательным образом, не напоминала одного бокоплава. Номер крючка вы уже выберите сами. Бусинку я взял латунную белую, потому что она, как я уже заметил по своим рыбалкам, это мое личное мнение, магически действует на карася. Давайте приступим. Одели бусинку, немножечко промотали свинцом, и я беру свинец, слегка отодвигаю, но не задвигаем в наш шарик, а оставляем свинец буквально вот в этом положении, не доходя пару миллиметров до нашего колечка. И аккуратненько промажем теперь наш свинец, чтобы хорошо пропитался, и немножко до загиба. Нить выберите для себя толщину сами, цвет и все остальное, это уже не является значимым. Немножечко вот так закрепили не под прямым углом нашу нить, оставляем в начале загиба, и как я уже говорил, у нашей нимфочки будет хвостик. Хвостик вы можете изготовить, вот как я у меня, остаются вот такие кусочки пера из скальпа петуха, как раз годится мне, вот я немножечко отобрал то количество обородок, которое мне необходимо. Я их не отрываю, а собираю вот так в пучок, и парой оборотов нитки подхватил, посмотрел их длину, меня она немножко не устраивает, она должна равняться длине нашего туловища. Вот приблизительно где-то вот столько подровняли, и теперь аккуратненько в этом месте сделаем пару оборотов. Все материалы обрезаем вровень с началом свинца, так чтобы потом не было у нас бородок. В качестве сегментирования я буду использовать вот такой материал, если у вас его нет, пожалуйста используйте леску, проволоку, крепкий хороший люрекс, все что у вас будет под руками. Просто изначально я ее изготавливал в таком варианте, учитывая то, что у меня этот материал есть, я изготовлю из этого материала. Оставляем там, где мы крепили наш материал, и теперь нам необходимо с вами взять, добавить немножко совсем клея, и убрать ступеньку в переходе, которая у нас образовалась в свинце. Но прежде чем это мы будем делать, я просто расскажу, что тело здесь можно изготавливать разными цветами и разной цветовой гаммой. в одном из фильмов, где я изготавливал Харрисовую мушку, я показывал вот разные вот такие оттенки и цвета, которые есть в наборах из пряжи. Точно так же есть вот и вот такие наборы фирмы Хэнс, у которой из зайца или из кролика, в данный момент это из кролика, специально для нимф, подобраны определенные цвета. Подберете для себя соответствующую гамму, какая для вас более приемлема. Для меня я решил изготавливать ее в четырех цветах, поэтому сперва подровняем тело, так чтобы не было у нас вот этого перехода. И что самое главное, нить желательно подобрать так, чтобы она была и тонкая, и в то же время достаточно крепкая. Так как мы сейчас будем изготавливать тело для сильной, крепкой рыбы, поэтому нам желательно, чтобы даббинг служил долго. Поэтому армировать я буду своей такой проволокой. Значит, в начале, как обычно, для изготовления всех мушек я всегда делаю точку прицеливания. Беру наш карандаш, клей, наношу немножечко клея, и беру или вот такой ярко-оранжевый, или ближе уже к морковному цвету, любой, какой вы захотите. Это не имеет значения. Если есть, допустим, можно даже подкрасить фломастером. И я беру вот этот маленький, небольшой кусочек, складываю моей пряжей, она штапельная, в месте, где мы будем с вами формировать часть хвостика. И в дальнейшем я делаю наборку тех цветов, которые у меня будут осуществляться при изготовлении моей нимфы. Беру совсем немножко желтого даббинга, добавляю на нить. Буквально на 10 сантиметров больше нить не городите, потому что будет неудобно производить намотку. лучше постепенно добавлять. Когда у вас будет уже набита рука, соответственно, тогда можете спокойно изготовить даббинговую нить несколько большей длины, сразу набрав необходимое количество цветов. Можно изготовить и даббинговой петлей. То есть здесь не является столь существенным. И я скручиваю свою нить, и у меня получается вот такая вот хорошая крепкая веревочка. И теперь у нашего колечка, вернее загиба, я выполняю парочку вот таких хороших плотных оборотов, вплоть до того, что прохожу по одному месту не один раз, сформировав определенный красивый валик. Мы с вами дошли до нашего, как вы видите, желтого даббинга. И теперь я беру здесь же, добавляю немножечко еще желтого даббинга, и скрываю весь переход, который у меня идет с оранжевого. Также скручиваем нашу веревочку. И аккуратно производим вот так намотку. Вариант изготовления, как вы уже неоднократно видели, чешской нимфы. Также один к одному используется весь даббинг, все практически эти материалы. Следующий материал у меня из вот такого канареечного цвета я перехожу к светло-оливковому цвету. Также добавляем на нить клей и совсем-совсем немножко с упаковочки нащипаем нашего даббинга и сделаем изготовим даббинговую нить. Вся вот такая лохматость, которая есть у нас в изготовлении сейчас, она вся приветствуется, потому что нам нет будет необходимости потом это все начесывать и вычесывать. Лишнее наш окунь хариус повыдергивает буквально за 2-3 поклевки. Вот мы осуществляем более светлым еще чуть-чуть темнее как зеленоватым и доходим теперь сделали совсем немножко вот столько будет достаточно. На лохматость ребята не смотрите пока это все убирается оно никому не мешает. И добавляем я беру теперь вот такой серый ближе к такому как к мышиному светло-мышиному даббинг и так же формирую даббинговую веревочку. Уберем немножечко остатки грудь мы будем с вами у этой мушки нимфочки перевернем крючок немножко в удобное теперь еще положение будем изготавливать из серого черного коричневого любого даббинга который у вас будет в наличии но обязательно не доходите хотя бы миллиметр до колечка так как здесь мы будем крепить опушку приматывать перо оставляем место чтобы не было нагромождения я беру обыкновенный серый подшерсток который я уже неоднократно говорил вычесал у своего кота не стесняйтесь используйте мех своих домашних любимых животных он очень хорошо помогает нам в рыбалке если конечно позволяет толщина этого подшерстка и формируем теперь здесь нашу с вами грудку вот как вы видите он несколько этот даббинг темнее и видно наши мягкие переходы оставляем нашу нить пока у шарика не трогаем не подстригаем и ничего пока не обрываем поднимаю я обычно вот так слегка вверх если достаточно слишком много и буквально совсем вот так немножко я произвожу подстрижку это и в том случае если волокна чересчур длинные годится для опушки можно использовать как я уже неоднократно говорил вот отходы вот такого пера главное чтобы они подходили по длине обородок куропатка несколько слабее поэтому исходя из этого я подготовил перышко покровное из охотничьего фазана обыкновенного это перо из курочки немножко для того чтобы меньше наматывать нам нитки и всего остального я нанесу клей на нить и подготовлю наше перышко крепить я его буду как вы видите вот в таком положении поэтому сперва мы подхватываем наше перо отпускаем нашу катушку под своим весом она его подхватила перекидываем нашу руку подхватываем опять катушку немножечко переворачиваем и выполним впереди пера пару оборотов оставляем нашу нить и теперь здесь можно спокойно если у вас имеется вот остатки вот таких перышек павлина или же допустим блестящий даббинг можно использовать его в качестве изготовления опушки но учитывая то что у нас здесь достаточно материала проверим еще длину бородок меня вполне устраивает пока не трогаем наше перо переходим к нашей обмотке теперь нам необходимо с вами учитывая то что мы уже мех немножко наш подстригли можете еще больше удалить это не страшно и выполним наклоняем наш крючок в удобное положение и выполним укрепляющую обмотку оттенем оттенем Дошли до крепления пера, клей наш уже схватился, удаляем теперь остатки нашего пера и выполним опушку. Нанесли с вами клей, немножечко я добавил даббинга и вот такая наша нимфочка, которая собирательный образ и ручейника и мокрой мушки готова к работе. Несмотря на то, что такая неказистая расцветочка, довольно таки хорошо ловится карп, карась, карась значительно лучше, ну а окунь практически не пропускает. В зависимости от величины подберете себе размеры и расцветку. Вот в такой расцветке, как вы сейчас увидели, рыба реагирует весь день, начиная от хорошей и плохой освещенности. То есть в яркие дни не мешает вот такая наша расцветка. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин